Всем привет! Меня зовут Ульяна и у меня 4 чихуахуа. Сегодня я хочу ответить на 10 часто задаваемых вопросов от людей, которые узнали, что у меня 4 собаки. Но перед тем, как я приду к ответам, я покажу вам, как настрой у пацанов, что они вообще делают, заглянем в их собачью жизнь. В Фанечке далеко ходить не надо, он вот прям вот здесь, вот он прям вот тут сидит и смотрит в окно, там идет стройка, и он все время наблюдает и ругается за рабочими. Ну и в целом то, что я села, он хочет посидеть со мной. И такой красивый Фаня, я не могу. Собственно, чем занимаются младшие? Вот, я же говорила, он ругается на рабочих. Он там их видит, вот они, и он на них ругается. Здесь, короче, гладиаторские бои, за пеленку, либо просто так. Пацаны все время дерутся, но они играются. Ничего серьезного, хоть и оскал выглядит опасным, ничего серьезного. Без жертв. Жорик, ты отдыхаешь? У тебя малеха мордочку перекосила, замялась. Какой ты у меня нежный, ты прям конфетка. Дай лапу. Давай, другую, другую, другую. Мой ты вундеркинд. Фань, что ты им все высказал? Они прекратили шуметь? Теперь ты можешь поспать. Это я подумала тебе, ты пошел с ней. Йоджи, дайте пару слов о том, каково кидаться на людей в лифте. Вам это дело очень нравится. Это твой носочек? Ты хочешь, чтобы я тебе носочек отдала? Глаза убийцы. Короче, перехожу к вопросам. Я когда вспоминала, какие вопросы чаще всего мне задают, примерно она считала 10. Но из этих 10 есть топ-2 вопроса. Собственно, начну с первого. Первый вопрос, он же самый главный, это почему чихохо? На самом деле, потому что, когда мы хотели завести первую собаку, мама хотела Йорка, а я хотела эту интерьера. И никто не хотел друг другу уступать. И мы решили прийти к компромиссу и выбрали чихохо. В целом, у нас было главный как бы ориентир, это то, что собачка должна быть маленькая. Поэтому остановились на чихохо, полезли искать на заводчике третьем-четвертом. Наши поиски остановились, потому что мы увидели фотографию маленького Фани. Вон там он лежит. И я и мама одновременно влюбились в эту фотографию, влюбились в Фаню. Я написала сразу заводчику. Собака была не забронирована. Мы сразу оперативнее внесли денежки, чтобы фунтик точно никому не достался. И буквально он через 3-4 недели к нам приехал. Там забавный момент был, что Фаня приехал на 2 недели позже, потому что он приезжал в холодное время года. Из Ставрополя все время переносили автобусы. И мне казалось, что за эти 2 недели он вырастет, так ко мне приедет не щенок и большая собака. Я все время переживала и ныла маме, что вот-вот сейчас приедет не щенок, а приедет огромный пес. И что мы будем делать? Он нас не полюбит. Ну и, короче, всякую фигню говорила. Ну, конечно, он приехал. Маленький, толстенький, пушистенький лисенок. Второй вопрос по популярности это «Почему 4?» Еще есть разные вариации этого вопроса. А почему не 10? А почему не дети? Ну и так далее. Собственно, почему 4? Да потому что. Потому что так вышло. На самом деле не было никаких целей завести 4 собаки. Типа вот все, каждый год заводим по собаке. Нет, просто так получилось. И сейчас могло быть их или 3, или 5, или 6, или 10. Но сейчас их 4, потому что каждый раз хотели завести собаку. На данный момент их цифра 4. Вопрос номер 3. Почему все мальчики? Итак, почему все мальчики? Повторюсь, когда мы только планировали завести собаку, мама как-то сразу дала установку, что будет мальчик. Я в целом была не против. Мне главное, чтобы была собака. И затем, когда мы уже заводили Жорика и Йоджи, мы с Андреем как-то говорили, что заведем собакам братика. Поэтому как-то по умолчанию были все время мальчики. Плюс Андрей тоже поддерживал, чтобы были пацаны. А я была как-то в целом не против. Поэтому вышло, что у всех двуногих в нашей семье душа лежит как-то больше к мальчикам. Вопрос номер 4. Почему все они кастрированные? Кастрированные они потому что, первое. Я не заводчик, я не разведенец, я не планирую, не планировала, мне никогда не нравилась идея разводить щенков. Поэтому эту заботу я оставляю питомникам. А второе, это то, что лучше откликнется на здоровье собак в дальнейшем. Мне три врача в разных городах сказали, что да, если вы не будете собаку с кем-то сводить, то, конечно, лучше ее кастрировать. Будет собаке прекрасная жизнь. Собственно, я, конечно, переживала, особенно поначалу, когда ты начитываешься или общаешься с недособачниками, то, что те тоже где-то услышали им, кто-то сказал или они где-то прочитали, что твоя собака растолстеет, твоя собака станет как тумбочка. Она будет дома лежать, спать, вообще не игривая. На самом деле, все мои собаки кастрированные, ну, кроме самого маленького. И Жора с Йоджи вообще не потеряли себя, так скажем, свою игривость. Они такие же худенькие, стройные, супер игривые. В них энергии жизни очень полно. Вот Фанечка, да, Фанечка толстенький, Фанечка ленивенький. Но Фанечка был таким и до кастрации. То есть это сама по себе такая собака. Именно в моем случае ни лишний вес, ни пассивность, ничего нас не коснулось. Мои собаки абсолютно адекватные, игривые и худые. Вопрос номер пять. Чем кормим? На данный момент кормим сухим кормом. И раз в 2-3 дня я могу дать влажный корм или натуральную консерву. Старшие едят сухой корм для миниатюрных собак. Руди ест корм для щенков от 2 месяцев. Также покупаем разные лакомства и даем овощи и фрукты. Кофе-брейк. За собак. До дна придется. Ты пришел? Ты хочешь в кадр? Или не хочешь? Ты же пришел зачем-то. Это Йоджи. Наш мини-чих. Когда именно видят люди Йоджи, чаще всего спрашивают, что это за порода. Какой ты красавица у нас? Я не можем. Это нормально так сильно фанатеть от своих собак. Вопрос номер шесть. Будут ли еще собаки? Да, конечно будут. Будет и пятая, и шестая. И возможно та самая десятая. Но не сейчас. Сейчас мы с Андреем решили, что мы завели Руди и берем пока паузу. Четыре собаки. Нам комфортно. Мы специально сняли очень большую квартиру, чтобы всем было удобно передвигаться, чтобы собаки могли бегать, резвиться. На самом деле искали квартиру больше, чтобы было комфортно жить с собакам, чем нам. В целом, да, собаки еще будут, но не сейчас. Возможно через полтора, два, три года. Но мне кажется через два. Вопрос номер семь. Рассматриваем ли мы другую породу собак? Да, в целом, да. На самом деле мне нравятся стафы, мне нравятся були. У меня был стаф, и я с положительными впечатлениями к этой собаке. Мне нравятся, повторюсь, були очень сильно. Но вряд ли мы заведем эти породы, потому что Андрею очень нравится цверкпинчер. В целом, он нравится Добермана, и нравится вот эта их маленькая версия цверкпинчера. И скорее всего, если выбирать между породами, которые мне нравятся, или породой, которые нравятся Андрею, мы заведем цверкпинчера. Потому что мне кажется, это было бы правильно, так как Андрей все время меня поддерживал, все время поддерживал мое желание подарить любовь именно чихуахуа, и никогда этому не препятствовал. Но сколько я знаю Андрея, он все время говорил, что он хотел быть цверка, потому что у него в детстве был цверк, и он очень любит эту породу, он все время так реагирует на нее, когда мы ее видим на улице. Поэтому пришло время мне идти на встречу человека, и если мы будем заводить другую породу, то, скорее всего, это будет цверкпинчер. Вопрос номер восемь. Где спят собаки? Днем собаки спят где хотят, это на подушках, которые раскиданы по всем комнатам, это на диване в зале, это в спальне здесь. Ночью все старшие спят с нами в спальне, то бишь здесь, на вот этой кровати под одеялом. Руди спит в вольере, но если ему становится жарко, он может выйти из вольера и лечь отдельно на подушечку, то есть в спальне несколько у него мест, где он может поспать, поэтому он спит отдельно на полу, либо на подушке, либо в своем вольере. Вопрос номер девять. Сколько раз вы гуляете с собаками? Старшие гуляют два раза в день каждый, Руди не гуляет, он ходит дома на пеленку. Но именно Йоджи, вот если я с ним погуляю утром, а затем мне нужно вечером уйти, и я приду поздно где-то в одиннадцать, в двенадцать, то я перед своим выходом его выведу, и когда приду, еще раз выведу. Потому что ему год, и он еще прям так круто, как старший, по двенадцать, тринадцать часов терпеть не может. Но если, например, я ухожу так же вечером, и я понимаю, что я приду в час-два, то я из старших выведу, потому что я буду беспокоиться, переживать, что собаки терпят, нервничают. Хотя Фаня, он без проблем, он терпит по шестнадцать часов, мы как-то ехали в поезде, он восемнадцать часов терпел, и собака не просится гулять. То есть если Жорик и Йоджи могут намекнуть, то Фанечка нет. Не всегда, конечно, так же он тоже может намекнуть о прогулке, но чаще ему гулять, особенно когда зима на улице, не нравится. Поэтому в целом два раза в день каждый гуляет, маленький ходит пока на пеленочку. И десятый завершающий вопрос нашей программы, это дерутся ли собаки между собой? Нет, они не дерутся, только вот так, как вы сейчас видели, они дерутся, играются. Именно на серьезке с мясом, с кровью, нет. Очень-очень редко, то есть они могут что-то не поделить, не поделить игрушку, или не поделить какой-то кусочек пищи, который упал на пол. Но вот они рыкнут и разойдутся. В целом собаки все живут дружно. Если и происходит вот этот негатив, то его Йоджи ушел. Происходит из-за Йоджи, потому что Йоджи себя не контролирует. Йоджи пытается доказать в стае, что он лидер, но Фанни вообще все равно на его лидерство. А Жора не хочет свое лидерство отдавать Йоджи, поэтому у них часто контры. А Рудик? Рудик еще в Алике, еще непонятно, будет ли он пытаться тут лидировать, или будет такой же, как Фанечка, либо ему... Короче, подрастет, посмотрим, что будет показывать из себя Руди. Собственно, я ответила на 10 вроде самых популярных вопросов. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно напишите их в комментариях, я на них отвечу. Следующая идея видео мне пришла в голову, это я хочу поснимать зимнюю одежду. Собак, не свою, что песики носят у нас зимой. Плюс мы еще хотим сходить в магазин с Фаней и с Йоджи, докупить им дополнительные комбинезоны. Я тоже все поснимаю, как мы меряем, примеряемся. Поэтому, если вам интересно, следите за нашим следующим видео. Также реакция в виде пальца вверх или пальца вниз на это видео приветствуется. Нам будет очень приятно. Всем хорошего дня, пока. И если вы задумываете завестись собаку, то не задумывайтесь. Это будет лучшее решение вашей жизни. Я пнула только что штатив. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok